Шарады Трампа В мире 7 февраля 7 шарады Трампа Несколько десятков человек встретили президентский кортеж протестами Огромный врун, он не превыше закона Было написано на плакатах Некоторые протестующие были с российскими флагами Что, видимо, намекало на некую близость Трампа с Москвой В чем его постоянно обвиняют сторонники Демократической партии США Впрочем, немногочисленные протесты не помешали выступлению Трампа А его речь ни в коей мере не свидетельствовала о дружеских отношениях с Россией Трамп заявил в обращении к Конгрессу Что Россия постоянно нарушала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД Что касается ДРСМД, то мы выполняли условия договора буквов и букву В то время как Россия длительное время нарушала его Он отметил У нас не было выбора, и поэтому США приняли решение о выходе из договора По словам Трампа, рассматривается вопрос о заключении нового договора Возможно, с участием Китая, но решение еще не принято В октябре прошлого года Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД Поскольку Москва не соблюдает обязательства При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, так и не представлено В Москве эти обвинения назвали голословными 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по договору Тогда же Владимир Путин объявил о зеркальном ответе Американский лидер заявил, что США пересмотрит подход в войнах Я обещал новый подход, еще будучи кандидатом в президенты Великие страны не участвуют в бесконечных войнах Правда, из дальнейших заявлений неясно, в чем заключается новый подход Так как риторика Трампа была традиционно угрожающей и провоцирующей международное напряжение Мы не будем отводить глаз от режима, который скандирует смерть Америки И угрожает геноцидам против еврейского народа Утверждается, в частности, в обращении США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном И восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных То есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля И призвал ее покупателей отказаться от таких закупок Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны полгода Продлевать их не планируется Мы поддерживаем венесуэльский народ в его благородном стремлении к свободе, говорится в речи Трампа Между тем все больше свидетельств о подготовке прямой вооруженной агрессии против Венесуэлы и ее законных властей Трамп выразил надежду на достижение мира с Афганистаном В Афганистане моя администрация ведет конструктивные переговоры с рядом афганских группировок, включая Талибан По мере прогресса в этих переговорах мы сможем уменьшить присутствие наших войск и сосредоточиться на борьбе с терроризмом, заявил он Наша моральная обязанность создать иммиграционную систему, которая защищает жизни и рабочие места наших граждан, утверждается в обращении Противостояние Трампа с демократами по строительству пограничной стены с Мексикой уже привело к 35-дневному бюджетному кризису Американский президент продолжает настаивать на необходимости выделить средства на проект Очередной шатдаун федерального правительства может наступить уже 15 февраля Тем более, как следует из обращения к Конгрессу От планов по строительству стены Трамп не отказывается Моя администрация направила в Конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на нашей южной границе Оно включает в себя планы создания нового физического барьера или стены Я добьюсь, чтобы она была построена Впрочем, Трамп не стал использовать доклад о положении дел в стране для введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой Экономическую политику, которую проводили его предшественники в последние десятилетия, американский лидер считает катнострофической По его словам, для продолжения развития невероятного экономического успеха необходимо изменить торговые отношения с другими странами Американский президент продолжил жесткую линию в отношении Китая, выразив при этом надежду на заключение нового торгового соглашения с Пекином Мы со всей ясностью заявляем Китаю, что после долгих лет воздействия на наши отрасли и кражи нашей интеллектуальной собственности наступил конец эпохи хищения американских рабочих мест и благосостояния Он призвал Конгресс принять закон о введении зеркальных импортных пошлин в случае несправедливых торговых ограничений со стороны других стран Сегодня я также прошу вас принять закон о взаимной торговле Чтобы, если другая страна наложит несправедливые тарифы на американскую продукцию Мы ввели в отношении них такие же тарифы на такие же продукты, которые они хотят продать нам Трамп заявил Конгрессу о беспрецедентном экономическом подъеме в США за время его правления Всего за два года с момента выборов мы запустили беспрецедентный экономический бум-бум, который редко доводилось видеть раньше Мы создали 5,3 миллиона новых рабочих мест и, что важно, добавили 600 тысяч новых мест в перерабатывающей промышленности Хотя почти все говорили, что это невозможно Но мы только начинаем По его утверждению, в стране рекордно низкая безработица и столь же рекордный рост заработной платы Все американцы могут гордиться тем, что женщин как рабочей силы стало больше, чем когда-либо ранее Заявил Трамп, добавив, что и в Конгресс в прошлом году было избрано как никогда много женщин Очевидно, это ответ тем, кто обвиняет Трампа в дискриминационном отношении к женщинам Между тем, по мнению экспертов, данные, приводимые Трампом, не совсем точны Так, говоря о количестве новых рабочих мест, Белый дом взял период с ноября 2016 года, когда Трамп победил на выборах Хотя к тому моменту нынешняя администрация к работе еще не приступала До факта в январе работали 73,6 миллиона американок, что является рекордным числом за всю историю наблюдений Однако доля работающих женщин сейчас составляет 55,2%, что меньше, чем на пике двух предыдущих периодов активного экономического роста В сентябре 2007 года эта доля равнялась 56,8%, в апреле 2000 года 58%, что и было историческим максимумом Экономическое чудо происходит в Соединенных Штатах, и единственное, что может его остановить, это глупые войны, политика или нелепые партийные расследования, убежден глава государства Дональд Трамп призвал демократов и республиканцев объединиться для восстановления инфраструктуры страны Президент добавил, что готов работать с Конгрессом, чтобы обеспечить приток новых инвестиций в инфраструктуру Он пообещал включить в законопроект о бюджете США на 2020 финансовый год положения, которые помогут финансировать оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, по случаю рождения или усыновления ребенка, а также для ухода за заболевшим членом семьи В настоящее время в США этот вопрос решается на уровне отдельных штатов, а не государства в целом Кроме того, президент выразил негодование в связи с завышенными ценами на лекарственные препараты в США Он намерен сотрудничать с демократами, чтобы добиться снижения цен на рецептурные лекарства Дональд Трамп заявил в обращении к Конгрессу, что планирует за 10 лет победить эпидемию вируса иммунодефицита человека, ВИЧ, в США Он утверждает, что в последние годы достигнут значительный прогресс в борьбе с ВИЧ и СПИДом Дональд Трамп предлагает обеспечить более широкий доступ к лекарствам людям с ВИЧ и сосредоточиться на профилактике заболевания в сообществах с самыми высокими показателями ВИЧ США никогда не будут социалистической страной, заверил Трамп Мы обеспокоены новыми призывами принять социализм в нашей стране Мы рождены свободными и останемся свободными Мы повторяем наше решение Америка никогда не будет социалистической страной По словам Трампа, он готов работать с обеими партиями демократами и республиканцами Чтобы добиться исторического прогресса для всех американцев Победа не в том, чтобы добиваться ее для своей партии Победа это когда она одержана для нашей страны Продолжение следует... Продолжение следует...